О льготном проезде на общественном транспорте и о расселении из ветхого жилья говорили сегодня на заседании Комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской думы. Какие вопросы сейчас наиболее остро стоят перед городскими властями и парламентариями, расскажет Павел Игошин. Звон монет в автобусах, троллейбусах и трамваях звучит все реже, но и без лишнего шума. Общественный транспорт на слуху. С недавнего времени пассажиры могут сэкономить на проезде с помощью карт национальной платежной системы МИР любого банка. Скидка составляет 5 рублей. То есть если у нас на городе транспорте стоимость билета 26 рублей, то фактически пассажир имеет возможность проездить за 21 рубль. Если у нас на коммерческом транспорте 30 рублей стоимость проезда, то он фактически ездит за 25 рублей. Акция действует до 31 декабря. Приятных новостях говорят на заседании городской думы. Однако не все нововведения так быстро набирают ход. С социальными картами для льготного проезда пенсионеров в общественном транспорте процесс тормозится уже больше года. Хотя один из путей решения проблемы намечен. Помочь сдвинуть дело с мертвой точки способна все та же платежная система МИР. В ближайшем будущем все вот эти социальные карты, которые выданы, да, пенсионеров, ну, уйдут. Будущее, когда нам обещать людям, когда это будущее наступит, или люди начнутся? Ну, это от края зависит, как они у себя решат проблему. В этом году решат? Я за них не могу ответить. Другой сложный вопрос о сокращении жилищного фонда, непригодного для проживания департаменту муниципальной собственности. В 2020 году нужно расселить 186 человек. Из них 144 уже получили жилье. Программу удается выполнять со скрипом. Средств, выделяемых из бюджета Хабаровска, недостаточно, чтобы массово проводить закупки квартир, которые будут подходить по цене и площади. Отсутствие предложений по продаже квартиры обусловлено низкой стоимостью одного квадратного метра, ниже рыночной от 30 до 50 процентов на одно двухкомнатной квартиры. В связи с этим в начале года направлялись обращения в правительство и законодательную духу Хабаровского края дополнительного финансирования из бюджета края на данные цели. Но в начале года изменить ситуацию не удалось. Правительство края дало ответ. Дополнительные средства для расселения граждан выделить не представляется возможным. Городской бюджет взял неподъемные траты на себя. Сейчас планируют закупить 9 квартир по рыночной стоимости. Чтобы их приобрести, из бюджета дополнительно выделили более 5 миллионов рублей. Павел Игошин, Сергей Михайловский, Смотри Хабаровск. Также на соседании городской думы обсудили борьбу с незаконными рекламными конструкциями. Было внесено предложение ликвидировать их силами тех, кто размещал плакаты и баннеры. Однако его не поддержали, потому что тогда процесс демонтажа сильно затянется.